МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С событиями последних суток новости 24 в студии Махачкурбанов. Небольшой анонс о том, что вы увидите в ближайшее время. Председатель правительства Дагестана Абдуса Мадгамидов с рабочим визитом посетил Гербенский район. В Махачкалинском доме-интернате «Забота» прошла благотворительная акция, приуроченная ко дню знаний. Школьные принадлежности, игрушки и аниматоры отражались сегодня в улыбках детей. Ведущие бойцы России выступили против мастеров единоборств из Бразилии. Очередной турнир компании «Файт Найтс Глобал» прошел в Дагестане. В Дагестане лихач на авто врезался в свадьбу. Погибли мать, отец и сестра невесты. Ужасная трагедия произошла на трассе Каспийск-Махачкала. Здесь погибла приехавшая на свадьбу семья из Московской области. Видео с места ЧП опубликовано в интернете. Все стояли и ждали родственников жениха. Мимо на огромной скорости мчался автомобиль. Его водитель резко повернул влево и не уступил дорогу другому автомобилю. Машины столкнулись лоб в лоб. Сильнейший удар вынес автовиновника на тротуар. Именно там и стояли на свою беду отец, мать и сестра невесты. Все они погибли на месте. Расстался с жизнью и водитель, виновник ДТП. Второй водитель был срочно госпитализирован в ближайшую больницу. За его жизнь борются медики. Обстоятельства происшествия выясняются. Решается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела. Абдусамат Гамидов с рабочим визитом посетил Дербенский район. Там он ознакомился с работой тепличного комплекса «Ферельгам». На территории 75,5 Га частный инвестор выращивает томаты, перец, огурцы. Здесь с июля отгружено 1100 тонн томатов и 50 тонн перца. Также собрано 50 тонн огурцов. При этом было отмечено, что в рамках проекта «Ферельгам» было создано более 250 рабочих мест. Над выращиванием и сбором продукции трудится местное население. Осмотрев комплекс, побеседовал с работниками, Абдусамат Гамидов поручил руководству района поддерживать данный инвестпроект. Он также подчеркнул необходимость выращивания и таких культур, как болгарский перец, картофель, морковь, так как многие из этих культур на сегодняшний день на дагестанский рынок завозятся из-за границы. Напомним, что реализация проекта предусматривает функционирование в Дагестане высокотехнологичных и современных тепличных комплексов на закупку овощей у местных сельхозпроизводителей, систему длительного хранения продукции с регулируемой атмосферой, переработку и реализацию готовой и консервированной продукции. В Махачкалинском доме-интернате «Забота» прошла благотворительная акция, приуроченная ко Дню Знаний. Школьные принадлежности, игрушки и встречу с аниматорами подарили ребятам представители общественного движения «Дагестан без сирот», сотрудники управления службы исполнения наказаний и работники компании «Фабрика праздника». Подробнее Ларяна Шамхалаева. Как тяжело! Тяжело! Каждый воспитанник школы-интерната получил сегодня не только подарочный пакет с канцелярскими принадлежностями, красками, карандашами и тетрадями, но еще много внимания и тепла. Массу положительных эмоций детям подарили любимые мультипликационные герои – «Человек-паук», «Миньон» и «Клоунесса-конфета». В ходе музыкальной игры с аниматорами комната наполнялась неподдельными улыбками и радостным смехом ребят. Сегодняшняя акция у нас посвящена началу учебного года. У нас есть такая компания «Фабрика праздника», которая всегда поддерживает детей-сирот. На днях позвонили представители России по республике Дагестан, что они хотят сиротам помочь какими-то канцелярскими принадлежностями, куда привезти. Я им предложила, давайте Гору, вот завтра, послезавтра будет у нас мероприятие «Школа-интернат-забота», присоединяйтесь. И вот они тоже приехали сегодня, принесли школьные принадлежности. Как отмечает Раиса Тусманова, руководство интерната создает все условия, чтобы дети чувствовали себя здесь комфортно. Спонсоры и волонтеры в последнее время все чаще откликаются на призывы о помощи именно благодаря активной работе директора. Однако каждый мальчик и каждая девочка по-прежнему мечтают о маме и папе. Мы надеемся, что эта акция, которую они делают, будет продолжаться и дальше, и дальше, и что ни один ребенок у нас в будущем не останется в таких школах-интернатах. Они окажутся в семьях с родными. У кого нет родных, возьмут себе приемные родители. После зажигательных танцев и активных игр ребята сфотографировались с аниматорами, а затем отправились в свои группы разбирать подаренные им игрушки и рисовать в новых альбомах. Ларьяна Шамхалаева, Гелач Грубиналиев, телеканал ННТ Махачкала. Далее короткий обзор новостей от Гамзата Нурмагомедова. В лобовой аварии под Манасом погиб молодой парень. На трассе в лоб в лоб столкнулись девятка и приора. Удар был такой силы, что водитель одной из легковышек скончался на месте автокатастрофы. По некоторым данным, это молодой парень из Карабдахкинского района. Второго участника ДТП в тяжелом состоянии госпитализировали. В обстоятельствах трагедии разбираются полицейские. Выходец из Дагестана, проживший всю жизнь в Германии, депортирован в Россию. Спецслужбы обвинили 18-летнего дагестанца в связи с экстремистами. 14 марта этого года он находился в заключении в ожидании депортации. По данным немецким СМИ, уроженец Дагестана состоял в переписке с известным полицией-экстремистом из немецкого города СН и еще одним мужчиной, который принадлежит к одной из действующих в Сирии террористических группировок. В Махачкале прокуратура требует снести шестой этаж многоквартирного дома. Застройщик многоквартирного жилого дома на улице Николаева незаконно построил шестой этаж. Кроме этого, строительство ведется без отступа от границ соседних домовладений. Территория застройки не ограждена. Не предусмотрены противопожарные водоснабжения, эвакуационные выходы на случай пожара. Незаконный провоз драгоценных изделий пресекли таможенники Дагестана через госграницу. В аэропорту Махачкалы при проверке ручной клади гражданина России, прибывшего из Стамбула, были обнаружены недекларированные ювелирные изделия, предположительно из серебра и золота. Общим весом более 12 килограмм. Сейчас они изъяты и направлены на экспертизу. О спорте. Ведущие бойцы России против мастеров единоборств из Бразилии. Компания Fight Nights Global провела турнир в Дагестане. В рамках бойцовского шоу зрители увидели 12 поединков по правилам ММА. Подробности вечера в материале Курбана Рагимова. В Каспийском дворце спорта имени Али Алиева по традиции яблоку негде упасть. Очередное шоу Fight Nights собрало около 8 тысяч зрителей. Особое внимание фанатов было приковано к основным боям вечера. Турнир возглавило противостояние бойцовских школ Дагестана и Бразилии. Победителю первенства Европы по вольной борьбе Шамилю Амирову противостоял мастер бразильского джиу-джитсу Русимар Пальхарес. Начало боя осталось за Каспийчанином. Именно он и диктовал ход поединка. Однако во втором отрезке опытнейший Пальхарес выровнял положение и, казалось бы, перехватил инициативу. Но показав неизгибаемую силу воли, местный боец, которого поддерживали родные стены, выбирался из непростых положений и проводил броски. В концовке боец крепости добивал именитого оппонента у сетки. Все это и послужило основанием присудить победу дагестанцу. Отдав все силы в октагоне, Амиров едва переводит дыхание, чтобы прокомментировать бой. Слышал, что кричали «Шамиль! Шамиль!». Это меня вдохновляло, это мне помогало держаться на ногах. После второго раунда я, в принципе, уже устал. У меня были проблемы со здоровьем до этого. И мне даже говорили «снимись с боя». Но как-то вот я не решился, я хотел провести этот бой у себя дома. Я все-таки рискнул. И спасибо всем, кто пришел и поболел за меня, поддержал меня. В споре за титул «Файт Найтс» в полутяжелом весе столкнулись Курбан Амаров и Фабио Мальдонадо. Выдержав стартовый штурм от дагестанского бойца, матерый Мальдонадо сумел перевести поединок в партер и провести удушающий прием. «Я был готов на все, чтобы победить. Я мечтал стать чемпионом с самого детства. У меня нелегкая судьба. Нет отца и матери. Сегодня самый счастливый день в моей жизни». Пожалуй, самый ожидаемый поединок вечера – Ахмед Алиев и Диего Брандао. Оба атлета показали фанатам бескомпромиссный бой, а ближе к его развязке. Уже проиграв несколько эпизодов один за другим, бразильский отряд решил покинуть октагон. Своё поведение пылкий боец с непростым характером объяснил предвзятостью рефери. «Стем, что соперник покинул октагон, это рассматривается как отказ от боя». «Диего Брандао, я могу продолжить борьбу с противополием. Ты победитель по техническому нокауу. Победу техническим нокауу!» «Ахмед Алиев!» На итоговой пресс-конференции бойцы делились эмоциями от проведенных боев. Фанаты и журналисты задавали вопросы. В свою очередь президент «Файт Найтс» Камил Гаджиев заверил, что идея провести один из следующих турниров на Анжи-арене всерьез рассматривается руководством промоушена. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Каспийск. Это было почти все, о чем мы хотели вам рассказать. Осталось ознакомить с курсом валюты на завтра. Доллар 57 рублей 85 копеек, евро 68 рублей 77 копеек. Мне осталось пожелать вам хорошего настроения. Не забывайте посещать наш сайт nnttv.ru. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова